всем привет вы на канале пара рюкзаков мы сейчас находимся на полуострове юкатан в мексике а именно в городе канкун мы около двух месяцев планировали наш маршрут по полуострову и наконец-то мы уже находимся здесь в мексике и готовы приступить к нашему путешествию это вводное видео мы здесь расскажем о том как мы готовились бронировали отели прокладывали маршрут и оформляли документы были у нас небольшие беспокойства по поводу визы мексиканской ну скажем так для украинцев россиян проезд безвизовый нужно заранее зарегистрировать специальное разрешение на сайте ссылку я оставлю в описании мы это разрешение получили но это разрешение получают все но выдается автоматически но мы слышали читали много форумов чатов смотрели видео как людей прямо на границе точнее уже в аэропорту прилета разворачивают обратно так как находят какие-то миграционные намерения в их действии даже обнаружили эту стеклянную комнату о которой все рассказывали где могут держать приезжих туристов по два-три дня а затем без вообще каких-либо объяснений могут отправить назад дополнительным вопросом на границе мы были готовы мы с собой взяли целый пакет документов мы распечатали все брони отелей вот именно нужно распечатать не из телефона показывать показывать бумагу мы об этом читали не раз телефоны они не смотрят и даже не всегда разрешают пользоваться телефонами на границе вот поэтому мы все брони распечатали мы также планируем взять машину в аренду и мы заблаговременно арендовали на rental cars автомобиль мы взяли распечатку ваучера также мы взяли обратные билеты и все это мы готовы были предъявить и еще вас могут попросить показать если у вас кэш или показать карту на которой есть деньги то есть мы как ко всему этому приготовились какая сумма должна быть на день человека ну мы не знаем и конкретной информации толково нигде не получили есть мнение что 50 долларов из расчета 50 долларов на человека в день у вас должно быть либо кэшем либо на карте мы прошли контроль абсолютно нормально единственный вопрос который нам задали на сколько дней мы прилетели она бегло просмотрела все наши визы и сказала приятного отдыха дала нам визу на 180 дней после этого мы выдохнули после действительно мы переживали летели мы турецкими авиалиниями с пересадкой в стамбуле между рейсами ожидания у нас составила около трех часов также остановка была в мехико где вышло около 80 процентов пассажиров и дальше мы полетели в канкун всего перелет длился около 18 часов между стамбулом и канкуном вы как знаете мы путешествуем всегда с двумя рюкзаками но на этот раз мы решили взять с собой небольшую сумку и чуть за это не поплатились так как все сумки свои уже с конвейера собрали а наши сумки в которой все наши вещи абсолютно там ну абсолютно все нет и нет уже начали и разыскивать уже начали писать заявление только я взял ручку буквально эта сумка просто вывалилась или кто-то выкинул на конвейер ее видно кто-то потерял это последняя сумка которая вообще была на этом конвейере среди двух рейсов получив свой долгожданный багаж мы отправились на выход из аэропорта при выходе будет много проката в автомобиле и будет окошко автобусной компании эйди ол эта компания ездит по всей мексике билеты доступные автобусы ездят регулярно через каждые полчаса из аэропорта вы можете добраться в центр канкуна либо play del carmen либо тулум мы купили билеты до центра канкуна за 104 ps один билет подождали буквально 20 минут после чего сели в комфортабельный автобус и поехали в центр города посмотрев по карте где находится наш отель 1 сильно сьют который называется мы поняли что до этого отеля от центра города будет еще примерно 10 километров но мы уже такси решили не вызывать и нашли автобус это маршрут r1 и r2 которые следуют до зоны отельера и едет по всей этой зоне стоимость проезда 12 ps желательно давать деньги без дачи и в паса потому что у них значение не оказывается либо они могут дать с долларов не по выгодному курсу так как мы были только с долларами я вышел из автовокзала и нашел два обменника в одном обменнике курс был 19 30 паса за 1 доллар но этот обменник был закрыт во втором 1880 но мы уже здесь второй день и посмотрев на обменники в канкуне скажу так 1880 курс довольно выгодный там я обменял всего лишь 100 долларов потому что не был уверен в этом курсе для того чтобы у нас была какая-то разменная монета хотел бы добавить что вы можете поехать с аэропорта на такси но такси здесь очень дорогой вид транспорта и здесь я считаю что очень развита структура автоперевозок то есть автобусы ходят регулярно очень удобно покупать билет у водителя на месте не составит сложности вам добраться самостоятельно для того чтобы не переплачивать тем более счетчиков у мексиканцев нет здесь в основном отдыхают американцы и канадцы даже в аэропорту мы видели в основу канадские американские авиалинии и для американца там каких-то там 100 долларов из аэропорта в отель там 20 километров 25 ехать это небольшие деньги ну и также мы смотрели в других обзорах и считали что допустим за один километр по зоне ательеров будет стоимость 10 долларов но лучше уже пройти пешком или естественно автобус автобусы есть зато очень быстро здесь на пешеходном переходе транспорт не останавливается собирается небольшая группка людей и нужно выждать время для того чтобы какой-то порядочный мексиканец остановился для того чтобы вас пропустить и вы спокойно перед могли перейти дорогу короче пройти пешеходный переход нужно подождать пока все проедут потому что никто останавливаться не хочет но пешеход здесь не главный главный здесь водитель в мексике по крайней мере на канкуне зоне ательера это то место где мы сейчас находимся это пляж протяженностью около 20 километров находятся самые дорогие отели не только в мексике но вообще на всем карибском побережье здесь вполне легко найти отель за 1000 за 2 за 4000 долларов в сутки более дешевые варианты там 100 200 долларов это вообще ни о чем поэтому мы забронировали отель недалеко от зоны отельера пешком до маяка буквально 15 минут а маяк это здесь такое популярное место для туристов и мы вполне довольны этим потому что отель очень хороший мы за ночь вместе с туристическим сбором заплатили за двоих 55 долларов за ночь это с таксом обращайте внимание так как около 19 процентов налог и как на букинге так на airbnb стоимость за ночь указывается без налога и лишь мелким шрифтом указано сколько будет стоить налог вот предупредительное объявление что не кормите крокодилов потому что они выйдут прямо сюда на дорогу на проезжую часть вот такой красивый пляж за нашей спиной вы видите это городской пляж здесь вход свободный не платишь за навес за тень шезлонги здесь отсутствуют да возможно потому что только начинается с 1 ноября сезон сегодня как раз 1 ноября мы открыли сезон здесь погода прекрасная градусов наверно 28 30 море карибска это просто чудо невероятной красоты цвет просто завораживает главное нет водорослей вот мы тоже боялись что будут будут водоросли будет портить общее впечатление об этом пляже но теперь давайте расскажем о нашем маршруте мы на полуострове юкатан будем 12 дней 10 из них мы будем передвигаться на арендованном автомобиле мы заблаговременно его арендовали на сайте rental cars volkswagen goal на коробке автомат обошелся около 250 долларов это 10 за 10 дней мы этот автомобиль возьмем завтра в аэропорту и сдадим его через 10 дней когда будем уже улетать в рамках нашего 12-дневного путешествия мы планируем охватить полуостров юкатан со стороны карибского моря мы посмотрим такие курорты как плай дель кармен тулум канкун где непосредственно сейчас мы начинаем наше путешествие также мы посмотрим многочисленные пирамиды по плаваем в большом количестве сенотов очень много чего запланировали посмотрим насколько мы все сможем это успеть также мы посетим два колониальных города это меридо и вальядолит следите за нашим каналом по каждому из дней нашего путешествия будет отдельный ролик мы расскажем все подробно как всегда о всех ценах о всех маршрутах дадим советы скажем на своем собственном опыте посоветуем как вам проходить такие же маршруты подписывайтесь на наш канал ставьте большой палец вверх следите за нашими выпусками мы уверены что будет очень интересно и полезно так что ребят до новых видео пока